Анадолу, Турция. Интерес к Турции в российской вертолетной отрасли. М. Ригиург Анабай. Анадолу Айянс, Турция. 26 июля 2019 года. В уходящем месяце завершилась поставка в Турцию многоцелевых вертолетов типа К-32. Генеральный директор холдинга вертолета России Андрей Богинский в интервью корреспондента Анадолу прокомментировал расширяющееся сотрудничество России и Турции в этой сфере. Богинский, обратив внимание на то, что К-32 оснащены лучшим техническим оборудованием, предназначенным прежде всего для борьбы с пожарами, отметил, К-32 признаны лучшими вертолетами в своем классе, и они могут использоваться для выполнения широкого спектра разнообразных задач. Сотрудничеству с Турцией придается большое значение, рассказал Богинский. Мы хотим и дальше расширять плодотворное сотрудничество с нашими турецкими партнерами, прежде всего в сфере поставок вертолетов и их технической поддержки после продажи, сказал он. А директор по международному сотрудничеству и региональной политике российской государственной корпорации оборонно-промышленного комплекса Ростех Виктор Кладов обратил внимание на важное место России в гражданском вертолетостроении и отметил, мы можем поставлять нашим турецким партнерам разные вертолеты в соответствии с обозначенными задачами. Кладов, рассказав, что Турция прежде всего хотела бы расширить свой парк вертолетов для борьбы с пожарами, продолжил, Ростех тоже желает развивать сотрудничество с Анкарой в этой сфере. Мы думаем, что можем поставить Турции большое количество вертолетов для борьбы с пожарами. Вертолеты типа К-32, которые можно использовать при пожаротушении в поисково-спасательных операциях, также могут применяться и в строительных работах. Некоторое время назад Богинский в беседе с Анадолу подчеркнул, что у Турции есть успешный опыт в создании боевых вертолетов, и сказал, мы можем использовать турецкие комплектующие при производстве российских вертолетов и не исключаем вероятности совместного производства вертолетов с Турцией. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.